Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как понять, он врёт или нет? Онлайн говорит со мной по телефону. Вчера он сообщил, что поедет к другу, затем через время написал, что встретил свою коллегу по работе, заметил, что его не было в сети два часа. Пишет подруга в телеграмму, скидывает видео, как он идёт с другой девочкой. Я была в шоке, но издала я его, чтобы он сам всё сказал. Позвонил мне через час после всего этого, и начал рассказывать, как он ходил по делам мамы. Но за коллегу ничего. Я прямо сказал, что якобы видел его с другой. Вкратце, это была та самая коллега, но она не очень привлекательная, поэтому было бы смешно, чтобы он ушёл к ней. Он отчитывался, говорил каждый шаг, о чём говорили с ней. Говорил всё так, что я правда верю ему, но есть сомнения. Замечусь, что перед тем, как пойти пить кофе, он спросил, свободна ли она или нет. Она ответила, что есть парень, но уже после всего произошедшего парень сообщил, что его знакомый сказал, что у него нет парня. Я не знаю, мне верить или нет. Так, помогите разобраться. Что я хочу сказать Алёну. Во-первых, я хочу сказать, что вам надо обратить внимание на ревность свою, то есть при том, что вроде как вы человека обесцениваете и говорите, что она не слишком привлекательная. И помимо того, что здесь, несмотря на то, что вы пишете, идёт всё же некоторое сравнение себя с ней, то есть вы вроде бы говорите, что она не привлекательная, и было бы смешно, если бы он ушёл к ней, но тем не менее, это история про то, что вы всё же боитесь, что он к ней уйдёт. То есть какие-то вот сомнения у вас относительно этого, относительно того, что он вот, ну, ну, как-то может уйти к ней. У вас всё же есть. Это первое, на что нужно обратить внимание. То есть здесь у вас как будто бы имеет место быть борьба. Следующий момент. Это то, что ваши сомнения продиктованы не знанием. Точнее, не знанием. Того, что наверняка вот как-то произошло между, там, вашим молодым человеком, да, и этой девочкой. Речь идёт, на мой взгляд, не об этом. Речь идёт о том, что вы не уверены в себе и что вы боитесь того, что молодой человек решит быть не с вами. Вот. То есть вы боитесь, вы опасаетесь как-то того, что мужчина выберет вот грубо говоря, не вас. И свой страх, свою неуверенность в себе вы пытаетесь компенсировать за счёт контроля, за счёт слечки, за счёт выяснений и так далее. При этом момент здесь заключается только в том, что вы не уверены в себе. Что у вас есть вот эта вот история про ревность, у вас есть вот эта вот история про сомнения в себе и... про страхи. Вот. И это очень важно понять. Что речь идёт об этом. И что работать здесь нужно с самооценкой, работать здесь нужно с верностью в себе и лично с ним ростом, потому что сейчас на данный момент всё выглядит так, как будто вы молодого человека считаете вашей собственностью. Вот. То есть он как бы не может по вашему мнению, да, ни с кем общаться. Он не может по вашему мнению встретиться с другой девочкой и вам об этом не сказать. Вот. То есть вы требуете от него этого. Вы требуете от него это вам сказать. Вот. Вы требуете того, чтобы он вам об этом как-то, ну, как-то говорил об этом. Вот. И соответственно, есть, на мой взгляд, еще такая история, что то, что приемлемо для него, а для него приемлемо-приемлемо то, что вот он делает, очевидно, не приемлемо для вас и наоборот. Вот. Это тоже очень такой важный момент, на мой взгляд. потому что это напрямую влияет на то, как вы взаимодействуете с, ну, вот, друг с другом. Поэтому здесь очень важно это понимать. Понимать в чем проблематика ваша. Вот вы говорите, например, о том, да, что хотите разобраться, прости помощи в том, чтобы разобраться. А как именно разобраться? То есть, как именно вы представляете себе, что мы помогаем вам разобраться? То есть, какие у вас ожидания от того, что мы разбираемся? То есть, разбираться это сделать в данном случае анализ ситуации, да, и как-то вынести вердикт, вынести вердикт о том, врет молодой человек или нет. То есть, вы предлагаете по сути заняться таким своего рода сплетничеством, да, то есть, когда, ну, условно говоря, мы, да, анализируем вот, какого-то ситуации, так не работает. Психологи, психологи этим не занимаются. Психологи помогают человеку решить свою проблему, поэтому здесь нужно увидеть, какая проблема у вас лично. то есть, почему для вас проблема точно в том, что происходит. Не в смысле того, что это не должно быть проблемой. Вы совершенно, совершенно спокойно можете считать, можете считать это проблемой. Вы можете думать о том, что это проблема. Вы можете вести себя так, как будто это проблема. Ничего страшного в этом, в том, что вы считаете, что это проблема, нет. Но вопрос заключается в том, как вы с этим обращаетесь, да? Вопрос заключается в том, что вы с этим делаете, понимаете? Вот. Сейчас ситуация выглядит так, что вы не хотите, чтобы это повторялось. Сейчас ситуация выглядит таким образом, что вы хотите, чтобы этого не было, понимаете? То есть вы хотите, чтобы этого не было, вы хотите, чтобы молодой человек так больше не поступал. То есть вы отказываетесь принимать тот факт, что для него это нормально. И вот это серьезная проблема. Потому что вы не принимаете мужчину, вы не принимаете его каких-то приоритетов и так далее. И дело здесь, на мой взгляд, заключается не в том, что вы должны это принимать. Вы не должны. Я повторюсь, если вы считаете, что то, что молодой человек делает, это неправильно, вы не должны это принимать. Вопрос заключается немножечко в другом, вопрос заключается в том, опять же, как вы с этим обращаетесь, понимаете, да? То есть, что вы делаете с этим? Как вы выражаете то, что вам вот, ну, условно говоря, не нравится. Вот. Потому что на защите своих интересов, на защите своих ценностей стоите вы. И это абсолютно нормально, что вы стоите на защите своих ценностей, что вы их, ну, в смысле, свои ценности защищаете, что вы как-то вот свои ценности бережете, и что вы как-то вот продвигаете свои интересы, да, и так далее. Это нормально. Абсолютно. Но вопрос вам, каким образом вы это делаете. И вот сейчас складывается такое впечатление, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление, что вы защищаете свои ценности, вот, за счет молодого человека. Так, по сути, по сути дела, говоря о контроле, о требованиях, о слежке, да, как бы продвигая, таким образом продвигая идею страха, продвигая идею ревности, продвигая идею гипотетической измены, даже если молодой человек, даже если молодой человек как-то вот, ну, об этом даже не думал. То есть, даже если молодой человек не думал об измене, вы, не осознавая этого сами, транслируете ему эту мысль, вот, именно проецируя, именно перенося на него свой страх, ну, или свои страхи, скажем так, да, вот, и это, как мне кажется, является такой вот основной деструкцией, вот, потому что это не влияет, не способствует тому, что в отношениях вы или ваш, ну, ну, партнер, да, будете как-то, ну, свободны, вам будет как-то хорошо, вам будет как-то спокойно, это, этому всему вы не способствует, к большому сожалению моему, ну, вот, поэтому вам важно увидеть свою собственную проблематику в текущей, в текущей ситуации, вот, отходить потихонечку от идеи контроля, больше, я бы сказал, больше, доверять, больше доверять себе, то есть, больше доверять своим чувствам, да, и так далее, то есть, если вам, например, кажется, что молодой человек, допустим, ну, врет, вот, если вам так кажется, то нести за это ответственность, то есть, если считаете, что мужчина врет, и человек врет, если вам так, вот, ну, пришла вам в голову такая мысль, что он врет, значит, это правда, значит, правда, он врет, и вам нужно нести ответственность за это, то есть, исходить из того, что он действительно врет, и вырабатывать свое отношение к тому, что, по вашему мнению, он врет, понимаете, вот, это ваша задача, на мой взгляд, вот, вот, как-то так, а сейчас получается так, что вы чувствуете, что мужчина врет, потому что вам эта ситуация кажется, ну, вот, какой-то такой, да, двусмысленной, вот, и вы себе не доверяете, вы спрашиваете у нас, потому что считаете, что мы знаем лучше, вот, и, соответственно, опираетесь на других людей, в данном случае на нас, и, вот, для вашей жизни, для вашей, ну, комфортной жизни, да, какой-то вот такой, я бы сказал, может быть, гармоничной жизни, вот, это несет серьезные угрозы, потому что вам всегда, получается, будет нужен кто-то, на кого бы вы могли опереться, то есть, вы-то сами, вот, то, что вы считаете, да, вы это не принимаете, вы говорите, ну, вот, я так считаю, но я не знаю, мне нужно подтверждение, понимаете, вот, то есть, я в себе не уверен, это и не уверенность в себе, и непривычка себе доверять, и, может быть, непонимание того, что вообще вы чувствуете, потому что сомнения берутся в данном случае не просто так, вот, но это же еще и бегство от ответственности, это же еще и нежелание какое-то принимать решение самостоятельно, потому что, если вы признаете, что молодой человек вам действительно врет, то вам нужно будет что делать в таком, ну, в таком случае, вам нужно будет что делать, вам в таком случае нужно будет из этого исходить, то есть, вам нужно будет сделать какой-то выбор, а выбор делать вам, вероятно, не хочется, понимаете, да, какая история, вот, то есть, ну, как-то, там, страшно, да, ну, принимать решение страшно, вот, не всегда комфортно, страх ошибиться, да, то есть, я вот сейчас его обвиню, например, в том, что он врет, вот, а он, на самом деле, не врет, окажется, я буду, как бы, об этом жалеть, например, вот, то есть, такие вот мысли вас беспокоят, и это мысли, это мысли человека, который себя обесценивает, это мысли человека, который в себе не уверен, это мысли человека, который требует от себя не совершать ошибок, а так не бывает, так не бывает, мы все совершаем ошибки, это нормально, понимаете, вот, поэтому здесь вот, на мой взгляд, нужно, ну, работать, условно говоря, да, работать нужно именно в этом направлении, вот, не в направлении контроля идти, как вы сейчас это делаете, а именно, вот, идти в сторону того, чтобы повышать какую-то, вот, уверенность в себе, и не бежать от ответственности, вот, которую вы, ну, естественным образом берете, да, на себя, вот, когда принимаете какие-то решения, когда выбираете относиться к тем или иным событиям реального мира, вот, ну, каким-то образом, вот, и это всегда несет возможность ошибки, это всегда несет возможность того, что вы можете быть, ну, как бы, неправы, ну, вот, это нормально, это нормально, но если человек себе это не принимает, если у человека есть, вот, как-то, ну, такая мысль, что я должна, например, доказывать что-то, да, то есть для меня, вот, ситуация, которая возникла, я имею в виду ситуацию с, ну, вот, с, ну, партнером вашим, вот, для меня эта ситуация именно, именно такова, что я это вижу как необходимость доказывать что-то, вот, доказывать что-то, а, там, себе, например, да, доказывать что-то, ему, например, вот, то, конечно, конечно, вы будете на это реагировать, вот, так, как вы реагируете. При том, что, в общем-то, ну, испытывать какое-то чувство неприятности, да, какое-то чувство, вот, может быть, даже отвращение, это нормально, абсолютно. Но вы не говорите, например, молодому человеку, вот, слушай, мне неприятно то, что произошло, да, вот, как бы, ну, неприятно, вот, это не в моей ценности, как бы, ну, для меня, вот, такое, да, для меня неприемлемо, вот. Этого вы не говорите, вместо этого вы просто уходите в контроль, то есть, вы не выражаете свои чувства здесь, вот. Чем больше вы свои чувства не выражаете, то есть, чем больше вы как-то вот, ну, отходите, скажем так, от своих чувств, да, вот, чем больше вы от них отдаляетесь, в контроль, в ревность, в требования, в обиду, в обесценивание, вот, как вы обесцениваете эту девочку, вот, в сравнивание себя с ней, потому что, вот, в данном случае, например, ну, повезло, что вы считаете, ну, повезло в кавычках, повезло, что вы считаете, что она, вот, ну, непривлекательна, да, то есть, повезло, именно повезло, что вы считаете, что она непривлекательна, если бы вы посчитали ее привлекательной, то поводов для беспокойства у вас было бы больше, понимаете, в чём тоже вот, как бы, момент. То есть, это всё такая вот, как будто бы, чрезмерная, что ли, зависимость от того, что происходит, чрезмерная зависимость от того, что я вижу. То есть, важно то, что я вижу, важно то, что есть в реальном мире, а не то, что я чувствую. Вот. То есть, важно, если по факту, если по факту ложь, да, вот, а не то, чувствую ли я, что мне врут. Понимаете? Вот. И вот этому вы отдаёте приоритет. И отсюда потребность постоянно искать доказательства. Вот. Понимаете, какая штука? А из всего этого вырастает такая деструктивная тенденция, которая заключается в том, что вы, например, не уважаете личное пространство другого человека. Вы не уважаете выбор другого человека. Вы нарушаете личные границы другого человека. То есть, по сути, ну, вот, вы, как бы, вторглись, да, в личное пространство своего, ну, своего мужчины, да, и как-то, вот, требуете от него, там, и, ну, рассказывать что-то. Требуете от него, требуете от него какого-то, ну, отчёта, вот, и так далее. То есть, это-то всё уже не про свободные отношения. То есть, ну, свободные отношения в смысле того, что люди в отношениях чувствуют себя свободными. Вот, люди, как бы, ну, наслаждаются отношениями, кайфуют от них и так далее. Это не про это уже. Понимаете? И ещё один момент, о котором надо было сказать, возможно, в самом начале, вот, но я об этом не сказал. Вот, это, возможно, была моя ошибка, что я об этом не сказал. Вот, но важный момент заключается в том, что если у вашего мужчины появилось желание общаться с другой девушкой, например, да, неважно, привлекательна она или нет, это субъективная такая оценка всегда, вот, если у него появилось такое желание, то это говорит о возможных проблемах в ваших отношениях с ним, вот. Но и на это вы тоже не смотрите. Не смотрите на то, а что я могу делать, вот, ну, что я могу делать неправильно, что я могу делать такого, что молодому человеку, вот, ну, допустим, там, не хватает чего-то в отношениях со мной, да, вот, насколько мы, там, условно, там, доверяем друг другу, ну, к примеру, вот, если, если между нами, допустим, доверие, да, свободно ли мы, там, к примеру, опять же, свободно ли мы говорим друг другу о том, что вот, ну, ну, что мы чувствуем, да, вот, свободно ли мы обсуждаем все, что с нами происходит, нет ли у нас каких-то запретных тем, например, для, ну, разговора и так далее. Вот на это, на эти вещи вы внимания не обращаете, хотя они, эти вещи, вообще-то, очень важны. Потому что это, ну, напрямую влияет на то, как человек чувствует себя в отношениях. И если появляется, вот, третье лицо, то это говорит о том только, что человеку что-то не хватает. Но готовы ли вы это признать, что человеку что-то не хватает? Готовы ли вы это увидеть, что человеку может что-то с вами не хватать? Готовы ли вы, готовы ли вы, наконец, допустим, признать, именно признать, что может быть у человека к вам симпатия какая-то прошла уже, вот, или что его чувства к вам, ну, как-то вот уменьшились? Вот. Понимаете, в чём дело? А у меня такое ощущение возникает, что даже допустить такую мысль сейчас вы не можете. Вот. Что молодой человек только мой, что он только, только, значит, только со мной и всё. Ну, так, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В реальном мире сейчас может быть такая, что моё отношение, я сам, мои чувства к тебе, мои ценности могут измениться. То есть это какая-то вещь, которая меняется, не какая-то вещь, которая, ну вот, знаете как, на такой, на постоянной основе, нет, это не такая вещь. Понимаете? Ну вот. И вот это всё вам нужно, конечно, на мой взгляд, увидеть. То есть вам нужно это всё, на мой взгляд, опять же, заметить, что вот, ну вот так вот в данном случае может быть, да, вот. И когда вы начинаете играть роль такого жандарма, по сути, а что ты сделал, да, куда ты пошёл, а сколько там времени с ней провёл, а насколько там последовательны, там, ну, твои действия, вот, насколько, значит, твои действия соответствуют тому, что ты говоришь, да. То есть если ты, там, сказал, например, что, там, не знаю, пошёл пить кофе, да, то вот почему это кофе, оно, там, ну, длится, вот, допустим, дольше, чем, там, ну, чем я считаю, оно должно длиться. Понимаете, да? То есть всё такое вот про это контроль. И, конечно же, контроль – это способ решения своих проблем. То есть контроль – это способ мне обратиться как-то с моей проблемой, с моим противоречием, вот. И если я не обращаю внимание на него, на своё противоречие, а обращаю внимание только на то, как бы мне, вот, на что бы мне опереться, чтобы оно разрешилось, точнее, чтобы я с ним не, ну, чтобы я с ним не сталкивался, скажем так, вот, то само собой это не ведёт, ну, ни к чему хорошему, само собой. Ну, я только вот в данном случае надеюсь, что смог до вас донести вот эту мысль и надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Всего вам самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, обращайтесь. Спасибо. Спасибо.